Водяной сомелье. Партию привезли, она пробует только. Не то. Да. И что тогда делать? Парковали партию. Все, все. Сливай, мужики. То есть заваривают чай? Да. В объеме 19 литров? Выслушать его? Выслушать, абсолютно. Потому что у него горят пяточки. Правда ли, что больше всего заказов приходится на 1 января? Давай, давай, только стыд тело, включай. Ребят, всем привет. Это студия Давай. И сегодня у нас в гостях очень интересный человек. Знакомьтесь, Марат Расильевич, технический директор компании «Веселый водовоз». Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. У меня к вам вот сразу сходу такой вопрос. Скажите, почему нельзя пить воду из-под крана? Ну, как вам объяснить, так, чтобы было всем доходчиво. То есть все примеси, все, что есть плохое, негативное в воде и в окружающей среде, вы можете просто это все проглотить. А в нашей воде это все очищается. И у нас все-таки артезианские скважины. То есть вода идет изначально чистая. Мы ее только дорабатываем, обогащаем и уже доставляем вам, чтобы пили только чистую воду. Я могу так сказать, я попью сейчас тархун на очень классной водичке, чтобы сказать вам, ребята, это для меня просто праздник, вкус детства. Рекомендую. Так, у меня такой вопрос. Правильно ли я понимаю, что мыться можно в воде, которая вот у нас идет в городах и селах из-под крана, а пить нельзя? Мы говорим только про ту воду, которую мы пьем и потребляем внутрь. Да, конечно. Хотя специалисты говорят, что в принципе в Петербурге достаточно чистая вода. Но учитывая все коммуникации, которые уже в городе Чоркосово-Смехаре лежат, то есть оттуда гадости летит очень много. Она везде накапливается. И так как трубы старые, гадость вся эта летит. Поэтому лучше уже пить проверенную воду, чистую, доработанную, скажем так, до идеала. Не так давно я позвонил вашу компанию и был, честно говоря, немножко ошеломлен. В ступор прям вошел, потому что мне предложили несколько вариантов. По-моему, четыре разные воды. Расскажите подробнее, какая вода, чем отличается. И, может быть, посоветуйте именно мне, какая мне больше подойдет. Ну, конечно, я не знаю, какая лучше подойдет. Нет, на самом деле, да, у нас есть четыре вида воды. Это семиозерия премиум, это кислородная, это снятогорская и горная. Все они отличаются по вкусам, своими свойствами и всем остальным. То есть разные скважины, разные системы обработки и так далее. То есть разный состав ее по минерализации и так далее. То есть если мы говорим про просто идеально чистую, но она вся идеально чистая, просто есть семиозерия премиум. Это датичная вода и скважина 180 метров, как в Аркадзианской. Также есть еще горная тоже, из 180 метров. Более насыщенная минерализация. Есть кислородная, которая обогащена ионами серебра и кислородом. Она в другом месте, это другая скважина, там 140 метров. Там песчаник, она в принципе, она не проходит маникулярную обработку. То есть она с опционной фильтра только проходит. То есть мы чуть-чуть ее очищаем, потому что она изначально чистая и вкусная. И снятогорская, которая разливается в заповедной зоне города Пскова. Ух ты! Да, действительно так. То есть там скважина, она не настолько глубокая, как здесь, потому что водоносный горизонт, он разный. Своя специфика, свой вкус у нее имеется. И в принципе идеально подходит для питания. Какую воду пьете именно вы? Я кислородную. А почему? Вот кстати, кислородная вода, что это такое вот за история? Во всех спортзалах сейчас рекомендуют. Типа пей кислородную воду, будешь жать больше. Это что за чудо водительство такое? Ну она действительно облачена кислородом, ионами серебра. То есть стоит ионатор серебра. И в принципе она мне больше нравится по вкусу, по всему. То есть она абсолютно живая. То есть если многие компании используют, даже те, кто взять известные бренды, не буду говорить какие, они берут просто водопроводную воду и на манекулярном уровне ее очищают. То есть мы нет, у нас именно скважины, именно ортезия. И она не проходит манекулярную обработку. То есть она только соревнованная. Это легкая, скажем так, ее доработка. И не знаю, как это так сложилось, что я привык, то и в принципе ее пью. Ну для меня она больше всего для моих детей подходит. А вообще если говорить о некотором показателе качества воды, может быть для обывателя, вот так в двух словах. Для обывателя я могу, конечно, сейчас загрузить и обывателя, ПАшами и всем остальным, ионами, ионами, ионидами, кальцитами и всем остальным. Но смысла в этом нет. У нас есть в компании один замечательный человек, который с каждой партии пробует воду. То есть для него специально... Водяной сомелье. Ну, может, да, так сказать. То есть на ежедневной основе к нему приходит бутылочка отобранной воды, которая открывается, пробуется каждая партия. Это непосредственно наш исполнительный директор. Так. То есть она является таким сомелье, скажем так, водяным. И за столько много лет уже перепробовала всю воду. Как бы ни одна, скажем так, партия без ее ведома, без ее, скажем, отмашки, что да, все хорошо, не уходит на продажу. Правильно я понимаю, немножко подытоживая наш разговор, что существует четыре основных вида воды, которые мы предлагаем потребителю. И, соответственно, они отличаются, как я понимаю, вкусом. Да, абсолютно верно. У них есть разные химические показатели. У них разный чуть-по аж, у них разное содержание солей. Горная, она более, скажем так, чуть пожестче. Кислород, наоборот, чуть помягче, за счет того, что кислородом насыщен. Семья зелья, она абсолютно нейтральна. Но по аж там выше 7,2 где-то в среднем выходит, а минерализация где-то порядка 100 единиц на дециметр кубический. То есть Снитогорская чуть повыше по аж. То есть вот даже когда езжу на производство, то есть во всем производстве запущена чистая вода, руки смыть достаточно сложно. Почему? Потому что мягкая вода. То есть она была, да, такая своеобразная. Ну, да, горная, она более жесткая. Но она, я понимаю, более полезная, обладающая какими-то свойствами минеральными. Да, там каждая вода, она по-своему, скажем так, склонена к тому или к другому. Но здесь мы больше ориентируемся на клиента, кому какая больше нравится. То есть все-таки наша компания в первую очередь клиент-ориентированная. И то есть поэтому на любой вкус и цвет, пожалуйста. Классно. Ну, я пью, ребят, тархун, хочу сказать вам. Просто потому что люблю, блин, ну вот вкусный он. Не знаю, вот нравится мне. Водичку тоже пью. Ну, вот тархуны, ребят, у них правильные, как в детстве. Если мы будем ещё продолжать на эту тему, то у меня такой уже немножечко от себя вопрос по поводу Сомелье. Я правильно понимаю, что помимо всех вот этих критериев, которым вода должна соответствовать, и там химики, и там лаборанты, которые проверяют, то есть несмотря на это, ещё и существует человеческий фактор. А бывало такое, что вот партию привезли, она пробует, только не то. Ну, да. И что тогда делать? Барковали партию. Всю, всё? Да, сливали. Один раз мы сливали воду, если не изменяет память, около двух суток. Обалдеть. Так как это артезия, происходит сезонность, происходит смена состава её, то есть это абсолютно адекватно. И да, такое было. Мы единственная компания, которая делает бак-анализ на еженедельной основе, химический анализ на ежемесячной основе. То есть как бы ни снипы, ни санпины, ничего, ни госты, это не обязывают. Но мы это делаем чисто для себя, то есть для того, чтобы мы были уверены в том, что наши клиенты получают только качественную воду, самую вкусную в городе санпин. Е-е, ну всё-таки история, женщины пьют воду, не нравится, всё. Сливай, мужики, да? Ну, да. Класс. Я думаю, нас запомнили много, кто там находились рядом с нашими складами, что происходило у нас, то есть мы круглосуточно именно её сливали. Да, были задержки с доставкой у нас. Какие убытки мы принесли, я уже не буду про это говорить. А именно, чтобы до наших клиентов дошла только качественная, вкусная вода. Для всех тех, кто пьёт ещё водичку из-под крана, я вам могу сказать, ребята, можно заказать отличную воду в компании «Весёлый водовоз». И у нас в гостях технический директор компании сегодня, который рассказывает нам всё про всю водную продукцию компании. Марат Расильевич, такой вопрос у меня. Значит, несколько лет назад прихожу я на мероприятие, на котором сходка творческих людей. И что вы там думаете? Вижу баннер, на котором, соответственно, логотип компании «Весёлый водовоз». Мне, в принципе, уже понравилось название «Весёлый водовоз». Это уже прикольно прозвучало. Но на этом мероприятии нам выдавали воду. Я уже был удивлён. Через две недели прихожу на другое мероприятие. Что происходит? Там также нас угощают вкусной и классной водой. Потом прихожу на спортивное мероприятие. И что вы думаете? Там опять представлена компания «Весёлый водовоз». И вот эта политика компании, мне кажется, очень интересная. Вы дружите со многими и творческими людьми, и со спортсменами. Я знаю, помогаете и детским домам, и детскому спорту, и творческим ребятам. Как так? Не жалея на это, скажем, ни средств, ни сил. Как проведение забегов каких-либо, проведение профессиональных соревнований. У нас вообще в год проходит порядка 364 каких-либо мероприятий с нашим участием. То есть мы стараемся по максимуму уделить это внимание и время. Есть люди, которые у нас отвечают именно за это. Которые проверяют, скажем так, наличие мероприятий, и мы там. Это, как скажем, трата денег туда. Но в то же время это реклама узнаваемости. Вы понимаете, что вы поете бесплатно? Огромное количество классных ребят. Для меня кажется, что это очень дико крутая история. Очень такая петербургская история, когда компания помогает, участвует в проведении мероприятий. Даже, понимаете, для многих это дело не только просто в самой воде, а важна поддержка. Важно вот это налаживание каких-то правильных и дружеских отношений. Ведь многие организаторы, в том числе и начинающие, которые устраивают какие-то детские праздники. Вот эти футболисты наши, которые не в суперкрутой лиге выступают. Которые просто собираются. И у них какие-то свои объединения. И они играют в футбол. Им вода. Вы представляете? Какая-какая-какая-какая-какая-какая-какая-какая-какая тема. То есть у тех, кто какие-то большие лиги и все остальное. То есть у них там большие деньги крутятся. Им по сути это не надо. А смысл и цель именно в поддержке молодежи такой. Пускай это будет даже дворовая команда. Не важно. Именно в этом, собственно говоря, задача стоит. То есть и соревнования любительские. Какие-то там профессиональные супер-пупер. Хотя мы сейчас будем участвовать, насколько мне стало известно. фигурам катания, которые будут проходить в Петербурге в ближайшее время. Но все равно, помимо этого, мы стараемся именно в такие маленькие, чтобы войти в массу народа. Это же, вот понимаете, снизу с народа у вас такая народная любовь может появиться. Я думаю, да она есть уже. Да, я думаю, что это очень правильный ход и очень правильный шаг, который начинался, как я понимаю, по любви, по душе, а который может еще и привести к хорошему маркетингу. Я могу сказать одно, да. Когда я пришел в эту компанию 12 лет назад, уже даже чуть больше 12 лет назад, это, скажем так, это был не бизнес, это была одна семья. Одна семья, в которой царило взаимопонимание, то есть и действительно дружелюбная компания, где все были равны, никто никогда не выделялся, то есть все было шикарно. Более того, скажу, моя супруга, ну мы познакомились с моей супругой. А, в компании. В компании, да. Круто. То есть у нас там несколько семей, так получилось. Хорошая история, когда люди занимаются одним делом, потом женятся, судя по всему, и у них еще рождаются дети, классно. Новый детей и сын, и дочь у нас, то есть все шикарно. Я вас поздравляю с этим. Спасибо. Переходя далее, у меня такой вопрос относительно вот этой истории с поддержкой различных направлений творческих, спортивных, проведения различных акций и мероприятий, в том числе благотворительного характера. Очень часто же это идет, я думаю, в убыток. Да. Безусловно, это немаленькие затраты. Причем мы спонсируем не только в городе Санкт-Петербурге, а Ленинградская область. И рыцарские бои неоднократно там выступали спонсорами. И еще на каких-то реконструкциях, я сейчас не помню точно, всех мероприятий. Да, я, скажем честно, всех даже не знаю, не перечислю. Это, безусловно, большие затраты, но мы готовы на это пойти, чтобы народ, в принципе, был доволен. Готовясь к этому интервью, дорогие наши зрители, мне понравилась одна очень важная цитата. Я хотел сделать подводку к началу, и интересный парень, журналист, я искал информацию о наградах компании «Веселый водовоз». Почему-то я не нашел этой информации, чему был очень сильно удивлен, но я нашел прекрасную цитату генерального директора Татьяны Владимировны. Да, исполнительного директора Татьяны Владимировны. Она сказала следующее, нам не важны какие-то муляжи и фальшивые награды, нам очень важно отношение людей, тех, кто хочет пить хорошую воду, всех тех, кто поддерживает нас и тех, кого поддерживаем мы. Для нас это является самой главной оценкой и самой главной наградой. Я был этому очень сильно удивлен, потому что я знаю, что многие бренды стараются получить какие-то названия типа «товар год» или еще что-то. Здесь же такого стремления нет, но зато есть другое стремление. Поддержать многих людей, кто занимается творчеством, спортом, оказать поддержку благотворительной эстезе. И меня, конечно, эта история очень сильно впечатлила. Мне кажется, что любовь всех тех, кто знает компанию «Веселый водовоз», любовь тех, кого эта компания поддержала, является самой главной наградой. Высказывание абсолютно правильно. То есть для нас более важна, скажем, узнаваемость. И действительно, самая большая награда – это признание людей. Было такое, что мы пытались участвовать в всяких выставках и всему остальному. Но потом мы поняли, что в этом смысла нет. Просить денег за коррупцию? Там не то же коррупция. Чтобы выставить стенд, нужно потратить еще больше денег, нежели мы тратим на, скажем, ту же самую благотворительность. Так вот, лучше мы туда эти деньги потратим, нежели просто мы выставимся так, как были даже в этом году в Москве на продэкспо. Какие-то маленькие закоулочки стоили таких бешеных денег, что если мы вот эти бешеные деньги пустим просто на ту же самую помощь, как благотворительность, каким-либо соревнованиям и всему остальному, то будет больше толку, нежели мы просто там постоим пару дней, покажем, что вот они мы есть, мы такие красивые и так далее. Смысла нет в этом. Именно поэтому мы стараемся не выделяться, скажем так, какими-то большими там стендами и всем остальным. То есть максимум, что у нас можно увидеть где-то на каких-то таких мероприятиях, это маленькая стоечка, баннер, как бы, да, и, в принципе, пожалуйста, опять же, вода безвозмездна, скажем так. И даже мы в итоге стали одним из поставщиков, то есть опять же, безвозмездно в Москву приехал целый маргус, мелкотарки, именно из-за того, что подвёл их поставщик какой-то, который должен был на переговорах участвовать, собственно говоря, стоять на столах для участников переговоров. То есть мы даже там не смогли какую-то свою благотворительность использовать. В «Весёлом удовозе» мне очень нравится следующее. Когда ты звонишь по номеру телефона, тебе отвечает прекрасная девушка, и называет тебя по имени, а потом спрашивает, «Сергей, у вас закончилась вода?» Мне это кажется очень душевным подходом, я люблю такую историю, это очень по-петербургски. И я знаю, что у других, не очень, может быть, классных, по моему мнению, ребят, работают, точнее, не работают люди, а там есть робот. В компании «Весёлого удовоза» отвечают живые люди, которые вежливо общаются с тобой, и процедура доставки и заказа воды, она вообще просто минимально простая. Ничего тебе сверхъестественного не нужно, ты просто говоришь, какая, сколько, говоришь свой адрес, тебе её привозят. Более того, ещё и девушки могут тебе помочь с выбором той водички и рассказать подробно про продукцию. Скажите, пожалуйста, вот эта история с колл-центром, я же надеюсь, она будет работать? Вот эти девушки, это же люди, которые огромное количество звонков каждый день принимают. Да, действительно, это достаточно очень большая поток входящих звонков, которые они обрабатывают. Причём люди, которые звонят, не обязательно, что они закажут. Поэтому на одну девочку может приходиться просто колоссальное количество. Бывают разные звонки, бывают люди в невменяемом состоянии, могут им позвонить и всё остальное. То есть абсолютно разные ситуации бывают, но при этом девочки всё равно пытаются... Им всё равно нужно выдержать определённую форму ответа. У меня стал доступен один очень интересный звонок. Давайте послушаем его, и после чего, я надеюсь, что вы напишите комментарии свои. Итак, слушаем. Водовоз, меня зовут Ульяна, добрый день. У вас закончился звонок. Ульяна, привет. Привет с праздничком. Взаимно. Я запрашиваю машин. Так. 43 часа стоял почти. Уже ботинки дымятся уже. Ульяна. Угу. Ступни горят, пятки горят. Под видеокамерами засекли. Я вас поняла. Скажите, пожалуйста, а вы хотите сделать заказ? Ботинки дымятся. Смешно, да? Ну, вообще не очень. Что ж дымятся? Нормально. Водичка немножко потушить. Ступни горят. Можно полчасика, часика дыхнуть? Можно ступни отдохнуть, пятки, часик? Скажите, пожалуйста, вы заказ делать будете? Можно часик отдохнуть? Заказ делать будете? Ну, часик хочу отдохнуть. Всего доброго, до свидания. Представляете, да, какая выдержка должна быть? Чтобы ни в коем случае нельзя нахамить. Чтобы клиент бы не говорил, что бы он не делал. Как бы все равно она должна выдержать все это. Выслушать его. Выслушать абсолютно. Что у него горят пяточки. Предложить, собственно говоря, наш продукт. Причем она могла бы даже, если бы он захотел что-то узнать, она ему обязана была бы это все рассказать. Какое бы это могло происходить в форме судья по тому, что он говорил, я уже не знаю. Ситуаций было просто колоссальное количество. Многие странные люди в Петербурге, особенно, как я понимаю, с наступлением осени или весны, в период обострения, используют телефон кал-центра, как, видимо, как телефон доверия и возможность просто пообщаться. Видите, насколько компания вызывает у людей положительный отклик, что человек заправщик. На заправке он не выдержал. Он позвонил девушке и рассказал ей, что ему сложно, что он так долго стоял, и у него уже горят пяточки, понимаете. Я не исключу возможность, что он все-таки заказал воду. У меня есть и другая позитивная история. Она связана с тем, что однажды один петербургский поэт, очень известный, кстати, поэт, позвонил по номеру телефона, и как-то он, видимо, проникся уважением к девушке, к оператору колл-центра «Весёлого водовоза». Я не знаю, что так на него сильно повлияло. Ему понравилась вода или, может быть, просто её голос ему показался максимально поэтическим. Он потом прислал сборник своих стихов и подарил его этой девушке. Ещё знаю один случай, когда организаторы детского мероприятия где-то очень далеко в Ленинградской области заказали воду. Им нужно было её срочно доставить. Они позвонили в компанию «Весёлый водовоз» и прислали лишь точку геолокации, которая там непонятно как. Я не знаю, кто тот водитель, я думаю, что он герой. Я бы, честно, заплутал сразу. Но он нашёл то место, привёз водичку в срок на этот детский праздник людям в Ленинградской области. И организаторы детского праздника подарили операторам, девушкам колл-центра огромный поднос с фруктами. Вот такие хорошие истории тоже случаются в Петербурге. История таких, если перечислять их просто в неискончаемое количество, то есть так, как проходит, допустим, какие-то соревнования на ориентирование среди детей, школы, области и так далее. Они уезжают в лес специально, куда-то подальше от всех. И вот туда же тоже нужно доставить. А как? И вот как? Без дорог у нас, правда, один раз водитель просидел, застрял на машине, просидел около шести или семи часов, ожидая подмоги, потому что не подъехать к нему было. То есть такое тоже, к сожалению, бывает. Но с другой стороны, то есть он доставил, доставил. Популярные вопросы, которые приходят к нам из всемирной сети интернет, ребята. Первый вопрос. Скажите, пожалуйста, что происходит с бутылками, когда, соответственно, пользователи их задают обратно? Ну, если мы говорим про многоразовую тару, то она проходит обработку как механическую, так и химическую. То есть обрабатывается, обеззараживается, обезжиривается и всему остальному. То есть сначала она проходит визуальный осмотр, скажем так, наличие внешних каких-то включений. То есть многие недобросовестные клиенты туда чем-то кидают, кто чай заварит, кто еще чего. Заваривают чай? Да. В объеме 19 литров? Ну, я не знаю, что они там туда, да. То есть там везде чай плавает. Это, естественно, сразу же бракуется. То есть это достаточно дорого обходит, но тем не менее это сразу же бракуется. Почему? Потому что это никак ты оттуда не уберешь. Это дальше будет впитываться в воду, отдаваться и так далее. Дальше приезжает на производство, там еще раз осматривается предварительно. Потом проходит механическую с химическими жидкостями. И потом уже происходит обезжиривание, а потом обеззаразивание. После чего омывается, ополаскивается готовым продуктом уже. И после чего происходит наличие и укупор. Такая обработка гарантирует, что тара будет безопасной? То, что она будет безопасной, это естественно, да. Ее можно было еще раз эксплуатировать. Да, мы очень следим за тем, чтобы к клиенту приходила идеальная бутылка, красивая и все остальное. То есть не за шарпаной и так далее. То есть это мы от бракового пускаем либо там, где уже последний путь, там строительный объект, не строительный объект, либо уже просто задаем на вторичную переработку. То есть стараемся это убирать. Еще один частый вопрос – это доставка относительно городов. села регионов Ленинградской области. Многие хотят, конечно же, пить правильную воду, компанию «Веселый водовоз». Но живут, например, в Гачинском районе. У меня вопрос. Как туда может происходить доставка? 317-4.0 и вообще просто без проблем. Начиная от Лады и Новополя, заканчивая, грубо говоря, границей с Финляндией, границей с Эстонией и, в принципе, практически границей с Псковской областью. Ого! Над Псковской, Новгородской, хотя, ну, как бы, если мы говорим про какие-то большие партии, да, то Мелкотарка у нас идет и в Великий Новгород, и дальше, то есть по городам по большим, по РЦ. Но если мы говорим про 19-литровый, да, непосредственно будет, то в пределах Ленинградской области без проблем. Любой населенный пункт в Ленинградской области. У нас есть ограничения по объему, то есть, скажем, там не будет две бутылочки, да, там будет какой-то объем. То есть у Выборг это вообще, туда у нас машины ездят постоянно, то есть абсолютно нормально. Выборг, Приморск, Гатчина, по-моему, каждый день доставляем, только что, по-моему, не онлайн, заказы принимаем. Вообще без проблем. Супер. И еще один очень интересный вопрос. Многие спрашивают, 99 рублей, 2 бутыля. Абсолютно верно. Скажите, пожалуйста, компания «Веселый водовоз» вообще зарабатывает деньги, или она, соответственно, просто всех, всю Ленинградскую область поет бесплатно? Нет, это акции, да, действительно, мы на них теряем очень большие деньги, да, но мы хотим, чтобы клиент, прежде чем заказывал, попробовал воду, да, именно для таких клиентов, то есть для первого заказа у нас существуют разные акции. То есть есть разные промо-наборы, всяческие варианты, да, как бы для заказа. Можно попробовать в одном заказе несколько видов воды, чтобы определить, какая же все-таки, какая больше клиенту подходит. То есть в первую очередь, я еще раз повторю, да, мы клиент-ориентированные. То есть мы делаем все, что хочет клиент, скажем так, ну, в рамках своей работы. Сколько, в принципе, идет заказов у всей компании в день? Сколько бутылей она доставляет? Ну, достаточно большое количество. Очень много машин у нас есть, да, которые это все вводят. То есть большое количество, скажем так. Валерий Прохоров спрашивает, правда ли, что больше всего заказов приходится на 1 января? Нет. Нет. На 1 января, нет, народ еще не выходит в этот момент, в том плане, чтобы можно было еще позвонить, заказать. Ну, в его вопросе есть логика, как будто бы 1 января жажда мучает всех. Там народ еще продолжает пока празднование, а дальше нормально. Валерий Прохоров. Да, действительно, у нас самый большой, собственный парк. Собственный. Собственный, да. У нас их более 100. То есть у нас есть как газели, так и ларгусы. Мы стараемся обновлять постоянно. То есть у нас самая, скажем так, старая машина 4 года. То есть далее мы их реализуем и закупаем новый парк. Обновляем постоянно. Ну, даже вот сейчас вот в связи с дефицитом транспорта, автомобилей, точнее, на рынке и дорожанием их постоянных. То есть пытаемся купить откуда угодно. Вот здесь покупить. У меня есть история какая-то, что однажды вас, как технического директора, отправили в Москву закупать автомобили, и вам нужно было за сутки что-то перегнать огромное количество тачек. Это не единственный раз, собственно говоря, закупкой транспорта занимаюсь непосредственно я. То есть я его контролирую, автомобили берутся в лизинг. В Москву я бывало, что за неделю улетал по несколько раз, то есть принимаю автомобили там, ставя, да, действительно, на автовозы и отправляю их сюда. И при этом я уже встречал автовоз здесь сам лично. Вот так, то есть нужно было успеть вернуться. Да, я возвращался обратно в Питер, пока автовоз съехал. Либо бывало такое, что что-то не влазило на автовоз, ну, своим ходом, значит, ехал. Перегоняли тачку прям? Да, неоднократно. Обалдеть. Слушай, это круто, когда технический директор перегоняет сам. А потом водителю говорите, я, это уже моя родная, я из Москвы на ней приехал, будь аккуратнее, водила. Абсолютно так. Почему? Потому что, во-первых, мы заботимся, все-таки, так как водитель проводит достаточно большое количество времени в автомобилях, поэтому мы стараемся, чтобы автомобили были все свежие, да, то есть у меня есть группа людей, механиков, которые следят за их техническим состоянием, отвечающие всем требованиям, да. Мы стараемся, чтобы водителю было комфортно работать. То есть абсолютно на всех автомобилях есть гидроусилитель, за исключением «Газели» есть в ларгусах кондиционеры, подогрев сидений, циклоподъемник, ну, это все уже как бы нормально. А сейчас мы решили уйти от «Газели», сейчас ждем прихода парда транзита, он тоже, по-моему, будет с кондиционером уже, то есть и будем запускать его, смотри, как он будет работать, и в дальнейшем возможности, что мы все «Газели» поменяем на «Форды». То есть, но все равно львиная доля у нас идет в ларгусах, потому что это город, это самый оптимальный автомобиль, ну, мое мнение, да, как и легковой, в то же время он везет достаточно много, вот, тащит на себе, вот, и самый оптимальный, скажем так, вот, комфорт плюс работа, скажем так. А правильно ли я понимаю, что молодой человек, который может устроиться в компанию «Веселый удовольствие», он может сделать в ней карьеру и зарабатывать весьма приличные деньги, если исходить из среднего заработка по городу Санкт-Петербург в Ленинградской области? Абсолютно верно, про карьеру я сейчас, наверное, не буду углубляться, потому что я сам пришел туда простым специалистом, и, собственно говоря, моя лестница стремительно выросла, вот, да, тот человек, который придет там водителем, если он хочет зарабатывать, значит, он будет зарабатывать, то есть, все зависит от, именно, его желание работает, возможности есть такая, с учетом того, что у них идет сделанная заработная плата, да, как бы, мы предоставляем автомобиль, пожалуйста, мы предоставляем заказы, пожалуйста, все, только работа, твоя работа, что-то непонятно, подойдите, проси, объясни, по-моему, то есть, там множество возможностей зарабатывать деньги. Что в наше время, кстати, друзья, очень важный фактор. Итак, ребят, все, решился, я не пью, я больше водичку из-под крана, хочу пить правильную питьевую воду из скважины, чистую, свежую и вкусную, которую еще, между прочим, сам исполняющий директор, внимание, дегустирует, перед тем, как партия будет доставлена нам, потребителям. И у меня такой вопрос, как мне сделать заказ? Вот давайте предположим, что, ну вот, дремучий я человек полностью, но желание у меня есть пить хорошую воду. Что мне нужно сделать? Поднять, собственно говоря, взять в руки телефон. Так, телефон. Набрать 317. А давайте прямо вот сейчас попробуем с вами набрать, и вот посмотрим. Послушаем. Заодно мы с вами послушаем, что он нам скажет. 317. Так. 00. 00. Время-то уже вечернее, сейчас проверим, да? 24 часа в сутки. 24 часа в сутки, так. 364 дня в году. Сейчас я включу, выключу авиорежим, и мы с вами набираем. Еще раз, друзья, 317. 400. 400. Ставлю громкую связь. Здравствуйте. Добрый день, компания Веселоводовоз, оператор Татьяна. У вас закончилась вода? Обожаю просто. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, хочу начать пить свежую водичку. Порекомендуйте, какой набор, может быть, мне заказать, с чего начать. Дело в том, что вы Сергей Алексеевич, да? Да. Заказывали у нас на Ленинский проспект. Да. Набор, значит, ну, я могу вам предложить воду по прайсовой цене, ну, больше всего, ну, по мне, так, кислородная или Снедогорская из Псковской области. Мне тоже нравится из Псковской области. 265 рублей за бутыль. Снедогорская 275 рублей за бутыль. Снедогорская 330 рублей за бутыль. Большое вам спасибо. Хорошего вам рабочей смены. Всего доброго. До свидания. Да, до свидания. Смотрите. Я не постела акция, да? Ну, я уже заказывал просто. Правильно. Да, всё. Ну, она сразу меня вычислила. Вот так вот, представляете? И вот эта фраза у вас закончилась водичкой. Мне очень нравится, честно. Друзья, Весёлый Водовоз, он весёлый, он душевный. Это отличная компания из Санкт-Петербурга, которая делает правильный и честный бизнес. Что очень важно, клиента-ориентированный бизнес. И я от себя хочу заметить. Вот если вы думаете, что Серёжа немножко продался и пьёт тархун, потому что там ещё что-то. Тархун я всегда люблю. И очень мне нравятся правильные и честные истории. Такие истории, как в компании Весёлый Водовоз. Поэтому, ребят, пейте хорошую воду. Вода, как говорится, это жизнь. Ну, и не забывайте, что Петербург – лучший город на Земле. У нас ещё ключевая фраза. Какая? И помни, мы тебя любим. Вот. Супер, давайте чокнемся в эфире. Весёлого Водовоз, друзья. Весёлого Водовозааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа